Друзья, всем привет! С вами Дэн Инвес и я приветствую вас на своем канале. Ну что, сегодня у нас будет достаточно интересная трансляция, поэтому оставайтесь до конца, тем более в конце трансляции мы устроим с вами наш любимый конкурс розыгрыш. Это будет у нас угадай слово. Сегодня у нас на трансляции присутствует я, ваш покорный слуга Андрей Жариков, также мой коллега блогер и Алексей Миреев, это создатель структуры паровоз призм. И сегодня у вас будет возможность, ну во-первых, выслушать Алексея, узнать о его истории. Поговорим немножко о монетке призм, да даже не немножко, наверное, множко. И, конечно же, у вас будет возможность сегодня позадавать вопросы напрямую. Это будет достаточно, я думаю, интересно, поэтому оставайтесь с нами до конца. Досмотрите эту трансляцию обязательно, потому что в конце у нас, конечно же, будет конкурс. Давайте сейчас мы пока почитаем комментарии. Вау, сколько много комментариев! Итак, всем привет, 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 всем здравия! Музон, это так и надо? Да, на данный момент Музон, это так и надо было, это была просто заставка, мы пока подготавливались. Так, всех привет, вас слышно! Да, я так и понял, что нас будет слышно, и поэтому мы просто обсуждали технические моменты. Так, да, Музон потише надо, всех приветствую, Музон тоже играет. Добрый вечер! Так, всем добрый, добрый вечер! Ну, у кого-то вечер, у кого-то уже ночь, у меня три часа ночи на данный момент. Значит, так-так-так, идет-идет, все, слышим. Уу, дискач, здорово, всем привет! Надеюсь, так, розыгрыш будет, в смысле слова. Конечно, будет розыгрыш, обязательно будет. Так, ребятки, ставим лайки, да, Хенрик, спасибо большое, все лайки ставим, ребят. Кто поставит лайк, тот не поймает скам в этом году. Быстренько ставим лайки. Так, всем доброго времени, здравия, 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 всех приветствую! Ребят, все, спасибо большое, всех поприветствовали, отлично! Сейчас мы будем включаться уже, значит, в саму трансляцию запускать, я надеюсь, Андрей там тоже у себя на канале запустил, ну и, соответственно, сегодня будет, в общем, интересно. Ребят, сейчас я включу еще экран дополнительно, но на этом экране меня не будет видно, потому что, вот технический момент, в ЭБСке меня видно, да, вы меня сейчас наблюдаете, а вот в зуме меня не будет видно, поэтому там будет присутствовать Андрей и Алексей, ну, а я буду с вами общаться голосом и, соответственно, задавать вопросы. Так что сейчас я все переключу и мы сейчас все это дело запустим, ребятки. Так, 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 у нас, так, экран, по-моему, вот здесь вот мы запускаемся вот таким образом и, вот, надеюсь, всем видно, да, все. Я, наверное, сейчас даже, так, сейчас мы, все, я включаю микрофон. Ребят, ну что, я надеюсь, сейчас все видят, я постараюсь сейчас даже, наверное, открыть комментарий с другого устройства для того, чтобы понимать, вообще, комментарии видеть, во-первых, а во-вторых, чтобы понимать, видно ли тут вообще у нас в техническом варианте все или не видно. Вот. Так, ну что, ребят, давайте поприветствуем Алексея. Алексей Миреев у нас сегодня гость нашей прямой трансляции. И сегодня у вас будет возможность обязательно позадавать ему вопросы. О, уже лайков я вижу, да, ребят, уже 20 лайков поставили, я себе со второго устройства поставил 21 лайк, как раз очко. Итак, ребят, ну что, сегодня мы пообщаемся с Алексеем, в конце у вас будет возможность позадавать ему вопросы и обязательно будет конкурс, где мы будем разыгрывать, внимание, призм, монетку призм. Алексей, приветствуем вас. Так, секунду, Дэна, ты слышишь, Алексея? Так, нет, почему-то. Алексей, скажите что-нибудь. Алексей, микрофон включен? Я вижу, что рот открываете, но звука пока нет. Так, а вот так? Вот, сейчас слышно, да. О, Алексей, да, слышно сейчас. Так, слышно? Да, 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 все слышно сейчас. Значит, всем здравствуйте, всем привет, еще раз скажу. Рад видеть вас и слышать в дальнейшем на новом канале. Думаю, что вам будет интересно узнать о криптовалюте призм и структуре в ней паровоз. Алексей, такой вопросик. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимались до этого, как вы вообще вот дошли до такого, что все-таки пришло нам в голову создать структуру паровоз? Ну, богатый у меня жизненный опыт, кто участники МММ, они меня с МММ еще запомнили, пора меня там очень громкое дело было. Короче, можно сказать, медийная фигура была в одно время. И случайно даже захожу однажды в интернет, а я на первой полосе Яндекса, моя фамилия. Поэтому, ну, очень богатый опыт. Большой получил опыт в МММ, поэтому знаю, как эта штука работает. Позднее у меня, я участвовал еще в нескольких проектах, создавал свой проект. И так получилось волею судеб, что мне рассказали о предполагаемом открытии криптовалюты призм. Она еще не была официально объявлена, и про нее никто не знал. Я вступил в нее в апреле месяце 2017 года. Она запустилась, если так помню, по-моему, 12 апреля, а я еще в конце марта это все о ней узнал. Поэтому, можно сказать, знаком с ней в предыстории. Все ее моменты, моменты развития проходили через меня. И в 2017 году, примерно в июле месяце, я решил создать сайт и организовать благодаря уникальному маркетинг-плану криптовалюты призм. Тогда это было 888 уровней в глубину. Благодаря уникальному маркетинг-плану создать автоматическое увеличение структурного баланса. Был мною создан сайт, после этого были созданы анкеты в Google Docs. И со временем появились активные люди, которые работали с сцепщиками. Сцепка происходит в ручном режиме, и это позволило каждому владельцу хотя бы небольшого количества монет получить очень хороший структурный коэффициент. Что это дает? Это дает любому человеку, который не умеет приглашать, не знает, как даже подойти к другому человеку, но он может купить маленькое, среднее или большое количество монет. И со временем, без непосредственного его участия абсолютного, получится у него хороший структурный коэффициент. А структурный коэффициент, это даже если под вами тысяча монет, сразу же увеличение генерации в вашем личном кошельке будет в 2,17 раза. А если под вами миллион монет, то в 3,05 раза. Поэтому это решило для многих эту проблему приглашения, и люди стали, можно сказать, с все возрастающей скоростью регистрироваться в нашу команду, в команду «Паровоз Призм». Команда «Паровоз Призм» строила одну единственную ветку, вход в нее тогда был 50 монет, и это позволяло всем и каждому участвовать в нашем построении. В 2018 году произошло и так называемое перестроение, обновление блокчейна в связи с обнаруженной неожиданной уязвимостью, и при этом, называется это трансфер, после этого было сокращено количество уровней до 88. Раньше было 888, а затем стало 88. Мы не смогли, точнее экономически было уже нецелесообразно строить в одну ветку все это дело, поэтому у веток было создано две. Ветка для новичков и ветка для уже продвинутых участников. Ветка для новичков, это позволил с 50 монет вход, чтобы разобраться, посмотреть, не нужно никакие инвестиции, практически это на сегодняшний момент это меньше 2000 рублей. Просто разобраться с криптовалютой «Призм», посмотреть, как это работает, как можно принять монетку, как можно отправить монетку, на что обратить внимание. И вторая ветка, это ветка у нас 1000, вход туда от 1000 монет. В настоящий момент цена монеты около 25 рублей, соответственно 25 тысяч рублей. И это позволяет генерировать, вторая ветка генерировать от 15 до 21 процента в месяц новых монет. При пассивном, я подчеркиваю, при пассивном участии. Конечно, кажется, что участие пассивное, но да, это как бы наш конек такой, полностью пассивное участие. Но многие участники, во-первых, что они делают? Они пополняют личный баланс, а это равнозначно активному участию, приглашению. И во-вторых, они так или иначе, когда получают уже какой-то заметный для них профит, доход, они так или иначе рассказывают другим людям и рассказывают о нашей команде, приглашают новых людей в нашу команду. Наша команда растет очень большими темпами. Это заметно, не то что заметно, это декларируется, и эти результаты выкладываются на нашем официальном сайте паровозпризм.ком. Можете зайти, и каждый может каждый день, эти данные обновляются, посмотреть. В неделю регистрируется в ветку 1000 более 50 человек, это около 5-10 человек в день регистрируется. И сейчас у нас еще открыта новая ветка 36,6, так я ее называю, здоровая ветка. Это для очень состоятельных людей, у которых на балансе больше 36,6, ну, 36 600 монет. Это здоровая ветка позволяет иметь в ближайшем будущем, примерно там в течение двух месяцев, под личным кошельком структуру в 10 миллионов монет. И это будет более 22-25, а у некоторых участников и до 30% в месяц. Вот такая вот предыстория. Алексей, я знаю, что существует достаточно много различных проектов, которые работают именно на призме, на монете призм. И скажите об особенностях именно паровоза. То есть вот чем он выделяет? Нет, у паровоза есть безусловные преимущества. Безусловные преимущества. Это то, что вы имеете в паровозе личный кошелек, он принадлежит вам и только вам, и никому другому. И если вы лично потеряете пароль, то виноваты в этом только вы. Ни у кого другого из паровоза, из администрации паровоза, то есть я сам, я не, никто в паровозе не знает доступа к вашему кошельку. А в других проектах, это вот пулы называемые, или там какие-то там матрицы всякие разные придумывают, монеты объединяются, переводятся на чужой кошелек, а доступ к чужому кошельку у вас отсутствует. Поэтому, ну это то же самое, как в Сбербанк, вы принесли деньги, приходите однажды в Сбербанк, то он не работает, то у него там нет денег в наличии, то подождите, то, к сожалению, произошла ошибка. Но вот это вот такой вариант. В паровозе призм вы всегда имеете доступ к своему кошельку, и паровоз никаким образом не может ограничить этот доступ к вашему кошельку. В принципе, он производится единожды при подключении, в ветку 50-ю это 15 монет, в ветку 1000-ю это 50 монет, а в ветку 36,6 это 950 или 1000 монет. Но эта 1000 монет идет именно под нижнего участника, раз в неделю она опускается вниз, чтобы и нижние участники имели уже хороший структурный коэффициент. То есть у нас нет людей, у которых низкие структурные коэффициенты, именно этим мы отличаемся. Ну, ребят, немного поясню, для того, чтобы было понятно, потому что многие задают вопрос, Дэн, а что, в чем разница между паровозом или какими-то другими? Кто-то, я даже слышал, что кое-что там, ой, паровоз скам. Я говорю, ребят, как может быть скам, если монеты находятся на вашем кошельке? То есть вы их никуда не передаете. Просто, допустим, чтобы было всем понятно, потому что многие ребята там просто в хайпах где-то участвуют, да, во всех, в различных моментах. И вот просто представьте, что у всех наверняка, да, кто находится в хайп проектах, там, у всех есть какие-нибудь кошельки, там, Advanced Cash или там, допустим, не знаю, Perfect Money. И представьте, что у вас деньги лежат на Perfect Money, но алгоритм Perfect Money такой, что у вас, в зависимости от вашего депозита, у вас начинает увеличиваться ваше количество денег, которое находится в Perfect Money. Это кошелек, к которому имеете доступ исключительно только вы. И вот здесь вот точно так же, если вот перенести вот эту аналогию именно на Парвоз Призм, здесь вот точно такая же ситуация. Потому что вот от многих ребят слышат там, ой, а там, а какие риски и тому подобное. Ребят, риск связан только с тем, что вы сами можете потерять доступ к своему кошельку. Вот. Ну, а второй риск, это, наверное, у нас… По факту не нужно забывать, что существует еще риск изменения курса. Это существует. И от этого никто не застрахован никогда. Да. Даже имея рубли в кармане, сегодня вы имеете там 65 рублей к доллару, завтра у вас курс 100 рублей к доллару. И вы что? Ну, это везде так. Ну, когда-то имели, на самом деле, и 30 рублей к доллару, а сейчас 60 рублей к доллару. И привыкли, и свыклись, и как бы сейчас это нормально все уже воспринимается. Кстати, давайте, наверное, поговорим еще по курсу Призм. Вот буквально за короткий промежуток времени, может, дистанция в месяц, да, монетка стоила там 40 центов, сейчас стоит там 35 центов, да. Вот. Что вы скажете? Как можете прокомментировать? И можно ли все-таки на этом как-то заработать? Да. И, Алексей, в догонку тоже по курсу. Насколько я помню, максимальный курс Призм доходил где-то там до доллара или даже выше был, но сейчас он меньше. То есть чем вот это обусловлено, что курс вначале рос, потом он упал? Значит, существуют объективные причины. В 2018 году, в августе месяце, был объявлен трансфер. Трансфер – это переезд с одного блокчейна в другой, потому что была обнаружена уязвимость. Уязвимость в возможности вскрытия кошелька. То есть пароль можно было подобрать каким-то образом математически. После трансфера, ну, так программисты объясняют, что эта возможность была исключена. Поэтому регистрации в этот момент, в августе прошлого года, были значительно сокращены. Доверие к монете очень сильно пошатнулось. И регистрации практически не было новых участников, тем более с солидными суммами. Поэтому в течение сентября-октября курс монеты обвалился. Вы можете посмотреть на бирже BTC Alpha, как это происходило, вплоть до 7 рублей. Из 70 рублей до 7 рублей. Но это были объективные причины, потому что поменялся блокчейн. В настоящий момент уязвимость устранена. Я не знаю, конечно, может быть, они еще какие-то уязвимости существуют. Но я думаю, что двухлетняя история криптовалюты призм, тем более она уже 2,5 года, подтверждает то, что, скорее всего, скорее всего, такой уязвимости уже не существует. И это очень радует, потому что входной период, период нахождения ошибок, их выявления, ремонта, устранения, он пройден уже. В настоящий момент никаких трансферов я вот не предполагаю и не знаю о них. Соответственно, и курс так резко просесть не может. Происходит обратное действие. Все больше монеты популяризируются, они узнают все больше людей. И все больше людей доверяют. Значительные средства вкладывают в эту монету. Поэтому курс периодически поднимается и опускается. Опускается, ну, так как криптовалюта все-таки, ну, можно сказать, у нее курс не фиксированный, это рыночные спроса, предложения. Иногда бывает, как бы у людей зарплаты или там какие-то хорошие блогеры рассказали о криптовалюте и подключается хорошее количество людей. А иногда бывает, что никого нет, и поэтому, ну, приток новых участников снижается, и поэтому происходит какая-то стабилизация или выяснение вот взвешенной цены на рынке криптовалюты призм. Криптовалюта призм обладает уникальным свойством парамайнинга, и поэтому даже те люди, которые покупали монету, вот Андрей напомнил, там, до 70 рублей, в настоящий момент эти люди, не продавая монеты, не покупая новые, находятся в хорошем профите. Они получили как минимум там 3-4 икса, то есть это увеличение стоимости своих вложений. При том, что монета в настоящий момент, она торгуется там 25 рублей, а они ее покупали по 70 рублей, и они получили хороший профит. Ни на какой другой монете вы не сможете купить ее там по 70 рублей, продать по 25 и быть в профите в 4 раза. Это исключено, такого я не знаю, такого прецедента в истории. Только криптовалюта призм позволяет иметь хорошую прибыль при более низкой цене, потому что она парамайнится на вашем личном кошельке. Да, ребят, если коротко, то за счет парамайнинга можно отбить те убытки, которые вы можете понести за счет падения курса самой монетки. С обычной же криптовалютой у вас этого не получится сделать, потому что количество монет, допустим, там тот же, ну давайте так, эфириум, конечно, ну, неэтично, наверное, сравнивать все-таки MLM-ную крипту с обычной, да, стандартной. Но, тем не менее, если у вас будет один эфир, и вы его купили по 1000 долларов, продаете, бедите за по, допустим, там 200 долларов, как он сейчас стоит, то, соответственно, вы, конечно же, будете в минусе. И вот Алексей нам сейчас сказал, что у призм есть определенный парамайнинг, за счет которого можно не потерять на падении курса монеты. Вот это очень важно. Алексей, ну вот мы когда с Дэном обсуждаем MLM-ные криптовалюты, вы, наверное, сами наблюдали, были такие монеты, как Zilbercoin, Fargocoin, Edinar был, и тоже курс какое-то время рос, потом по определенным причинам там он обваливался. То есть не получится ли так, что вот работает парамайнинг, количество монет у всех участников на кошельках растет, и, соответственно, когда что-то растет постоянно, да, то есть не приведет ли это в какой-то момент к обрушению курса, когда, допустим, крупные держатели монеты захотят от нее избавиться, или что-то такое может произойти? Значит, Андрей, абсолютно хороший, как бы правильный вопрос. И в июле текущего года была проведена в Сочи конференция, на которой, можно сказать, разработчик криптовалюты призм Юрий Майоров предложил новый инструмент, которого раньше не было до этого момента. Это паратакс. Что такое паратакс? Это снижение добычи монет с увеличением общего количества монет в системе. В настоящий момент монет в системе около больше уже 300 миллионов, а предполагается 6 миллиардов. 300 миллионов – это 5% добытых монет. Соответственно, на 5% у вас снижается сейчас добыча. Парамайнинг, условно говоря, с тысячи в сутки вам будет добыто 5 монет, но минус от этого количества минус 5%. 5 монет – это 100%, а условно говоря, 4 монеты 90 копеек – это 95%. Вот примерно благодаря этому получается, что количество добытых монет со временем будет уменьшаться. И еще со следующего года там и увеличение паратакса в 2 раза. Поэтому количество добытых монет будет снижаться, а, соответственно, ценность одной монеты будет увеличиваться и увеличиваться. Но это предположительно покажет, конечно, достоверно покажет время. Ну, то есть получается, что, допустим, у вас на парамайнинге намайнилось 100 монет. Из этих 100 монет, как только у вас идет транзакция на ваш кошелек, у вас приходит не 100 монет вам, а приходит 95 монет. Правильно? Да, правильно. Предположительно, в следующем году паратакс достигнет 50%. Соответственно, количество добытых монет уменьшится в 2 раза. Но посмотрим, как это будет. Ну, здесь, если будет хорошая динамика роста общего сообщества призм, то, я думаю, это положительно, позитивно отразится на курсе. Здесь еще хочу, Денис, добавить, что количество участников в криптовалюте призм в принципе совсем небольшое. Там, ну, я по моим подсчетам, это 10-20 тысяч участников. Это совсем немного участников, поэтому каждый новый блогер, который подключается к криптовалюте призм, рассказывает на аудиторию там в тысячу, в пять тысяч человек, реально очень сильно влияет на курс, на динаминное изменение курса монеты призм. И как только эти люди узнают об уникальных возможностях криптовалюты призм, сейчас уже есть и уникальные как бы инструменты. Можно скачать кошелек, который открывается по отпечатку пальцев. Можно в этом кошельке увидеть сразу же курс, изменение курса, на CoinMarketCap это все видно. Можно переводить прямо в рубли. Вы рубли переводите, а он пересчитывает это все в призмы. Инструментов с каждым годом увеличивается все больше и больше, поэтому монета и будет неизбежно популярнее и популярнее. Сейчас уже можно за криптовалюту призм купить, ну, вплоть до электроники, до земельных участков и автомобилей. Это все происходит и со временем только все больше и больше будет такого. Ну, то есть сообщество растет, да, это очень здорово, потому что действительно существует достаточно много различных сайтов, различных площадок, чатов, где действительно за криптовалюту призм можно там оплатить, начиная от того, что там оплатить сотовую связь и заканчивая действительно там автомобилями. И я частенько скидывал свой чат, ребята, наверное, видели, что действительно можно за монетки призм приобрести там, допустим, вчера я скидывал, это был ман, грузовик ман. Я посчитал ту стоимость, которую он стоит. Если эти деньги просто завести на парамайнинг, то в принципе ничего не делая, можно получать миллион рублей в месяц. Я подумал, зачем мне грузовик, если за призм можно действительно, ну, просто отправив их в парамайнинг, сидеть на пассиве и получать такие деньги, не заправляя автомобиль, не ремонтируя его. Это реально другая психология, и психология, она реально меняет человека, меняет его отношение к деньгам, к производству и вообще. Даже если, пускай, я вот предполагаю, паратакс там через 3-4 года может достичь 90%, в этом случае монета призм будет расти там, условно говоря, под 5% в месяц, даже может быть и меньше. И, соответственно, даже этого вполне достаточно будет, чтобы люди смогли в нее инвестировать очень значительные средства. Алексей, сейчас вот анонсировано о том, что монетка призм выйдет на азиатскую биржу, хот-бит, и на самом деле это, так, конференция была обновлена организатором, теперь так, да. Так, значит, монетка выходит на биржу хот-бит, биржу я посмотрел сегодня, она находится в топ-13 на CoinMarketCap, азиатская биржа. Как думаете, если сейчас наши азиатские друзья узнают о парамайнинге, о монетке призм, что будет с курсом? Значит, мое мнение такое, что любая биржа, на которой появляется криптовалюта призм, так или иначе увеличивает аудиторию людей, которые узнают об этой криптовалюте. У нас сейчас уже у паровоза очень много роликов создано на английском языке, можно с ними ознакомиться на нашем сайте. Люди старались, создавали инструменты, которые можно рассылать в чаты англоязычные, и таким образом увеличивать информационные составляющие населения, о том, чтобы оно узнавало об уникальных свойствах криптовалюты. Потому что, по моему опыту, мне потребовалось больше двух месяцев, чтобы осознать, что такое уникальные свойства криптовалюты призм. Потому что это реально очень непросто. Понять, как это работает, поверить, что это возможно. Но со временем информации появляется все больше, и людям все равно необходимо какое-то количество времени. Бывает кому-то тоже не меньше двух месяцев, бывает неделя, две, чтобы осознать, что же здесь, как это все работает. Поэтому наша задача информировать людей, и свойства этой технологии, технология парамайнинга, она действительно имеет огромное будущее. Хорошо, спасибо, Алексей. Алексей, еще. Я знаю, что, и я часто участвую в данных конкурсах, это видеообзоры, видеообзоры криптовалюты призм. То есть, расскажите. Ну, я думаю, что многие ребята, которые сейчас сидят на трансляции, они думают, как бы бесплатно получить монетки призм, зайти в ветку 50. И расскажите. Все очень просто. Просто у нас раньше было определенное условие, которое не позволяло не участникам паровоза участвовать в нашей акции. С этого года, точнее, с сентября этого года мы это условие отменили. И теперь любой человек, который создаст видеоролик, который наберет 300 просмотров, ну, это любой блогер может быть или даже не блогер, причем количество времени не ограничено, достаточно просто убедиться, что там есть 300 просмотров. Может это быть за неделю, за две, за месяц, за полгода. Без разницы. И он напишет в заголовке определенные условия криптовалюта призм или просто там призм. И под роликом напишет ссылку на наш сайт. Этого будет достаточно, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе и получить 100 монет. Эти ролики очень, как сказать, большую пользу приносят для популяризации криптовалюты призм, потому что информация еженедельно меняется, еженедельно какие-то продукты появляются, и люди сразу же с радостью снимают видеоролики об этих продуктах, о каких-то кошельках, о каком-то там сравнении структуры и так далее. И мы за эти видеоролики оплачиваем, мы, это команда паровоз призм, оплачиваем 100 монет. Монетки выплачиваются, люди получают их, смотрят, как они растут в кошельке, понимают, что они растут медленно, регистрируются в наш паровоз и увеличивают генерацию монет в 2, а то и почти в 3 раза. Ребят, так что каждый из вас, кто хочет вот просто действительно бесплатно просто зайти там в паровоз, вы можете зайти на YouTube, во-первых, записать короткий ролик о криптовалюте призм, причем, ребят, наверное, такое одно из главных, один из главных моментов, это то, что вот Алексей на данный момент продвигал, ну вот дает возможность записать ролик просто на криптовалюту призм, не именно про паровоз, надо что-то рассказать, а именно на криптовалюту призм, то есть это дает популяризацию, и Алексей именно с своего кармана оплачивает вам без проблем 100 монет. 100 монет на данный момент составляет где-то 2,5-2,4 в рублях, и вы можете абсолютно бесплатно на эти монетки уже зайти в ветку 50+, и, соответственно, там поучаствовать. Так что без проблем, ребята. Причем... У нас есть участники, которые участвуют каждую неделю, и они, можно сказать, зарплату здесь получают за свои видеоролики 10 тысяч рублей в месяц, неплохая прибавка к пенсии там, или еще хоть к чему, к любому заработку. Да, я один из таких людей, кстати. Алексей, еще вопрос. Расскажите о призмексе, и там есть одна очень крутая, уникальная, наверное, такая возможность на 100 дней. Расскажите про это. Значит, призмекс – это биржа, которая была создана в 2018 году мною, ну, как бы, с помощью программистов, чтобы сообщество паровоз призм могло не за рубли, с минимальными усилиями, с минимальными усилиями умственными, обменять свои призмы, новым участникам продать, или купить призмы у тех, кто продает. Здесь единственная биржа, которая минимальные комиссии имеет с рублевых карт, со Сбербанка, с Яндекса, с Киви, с Тинькова у нас есть направление. Комиссия на вот 2% всего составляет для участников паровоза и не паровоза, если вы захотите купить монеты призм. Со временем эта биржа совершенствовалась, появлялись новые сервисы, появляются там специальные возможности, и одна из последних таких очень сильных возможностей – это генерация монет со скоростью 100% за 100 дней, то есть 1% в день вам будет добавляться к вашему балансу. Единственное условие – это минимальная сумма монет, это 5000 монет. Если сегодня посмотреть, это примерно 125 тысяч рублей нужно положить, и тогда через 100 дней у вас количество монет удвоится. Я не отвечаю за количество рублей, которые вы получите через 100 дней, потому что курс может как увеличиться, так и уменьшиться. Но вот последние удачные такие истории, которые реально существуют, люди заходили в криптовалюту призм в июне месяце, покупали монету по 12 рублей, через, ну тогда был интервал 90 дней, а не 100, через 90 дней они продавали уже удвоенную сумму, то есть инвестировали 5000 монет, забирали уже 10 тысяч монет, и еще и курс у них в два раза вырос практически, без маленечка, то есть по 15, а тут они по 30 рублей продавали. Соответственно, у них в два, и там в два, в четыре раза происходило увеличение вложений. Мы инвестировали на 60 тысяч, забирали 250-260 тысяч рублей. Такие прецеденты у нас были. Что произойдет, вот те, кто сегодня инвестирует, но покажет время, никто не говорит, что там в четыре раза опять повторится, но и не исключается такая возможность. Спасибо, Алексей. Ребят, давайте, наверное, проведем такую некоторую аналогию. Я, кстати, мы перед трансляцией с Алексеем созвонились, я говорю, ну, надо задеть, говорю, тему хайпов. Алексей говорит, нет, говорит, Дэн, здесь, говорит, давай ты сам будешь, говорит, потому что я, говорит, в этом не понимаю, говорит. Я говорю, хорошо. Ребят, давайте немного сейчас заденем тему хайпов, все-таки, ну, все, наверное, знают, да, хайп-проекты, финансовые пирамиды, которые рано или поздно просто скаймятся. Я вам расскажу свою историю и расскажу о том, что бы могло бы случиться, если бы я там немного по-другому поступил. В прошлом году, перед Новым годом, я усиливался в различных проектах и у меня было, в общем, после Нового года, у меня было минус 7 тысяч долларов. И знаете, я сел, посчитал и прикинул. Думаю, а если бы я эти деньги не усиливался в хайпах, да, а просто купил бы на них монеток и прошло бы сейчас там в районе десяти месяцев, ребят, я бы уже был бы миллионером. То есть я бы вот из этих 7 тысяч долларов, это там 6,7,42, 420, да, где-то там 450 тысяч рублей, у меня бы уже было бы несколько миллионов рублей. То есть я вот к чему, что хотел донести, то, что действительно, наверное, стоит обратить внимание на монетку призм, хотя до этого мне ее очень много предлагали, может быть, просто навязчиво как-то предлагали, а может быть, у меня была просто какая-то определенная аллергия, потому что я там попал в одном проекте, тоже на MLM-ном коине, и, соответственно, он там был по 10 баксов, а потом стал 2 цента стоить, и все. Ну, сайты вроде как работают, но ничего хорошего уже здесь точно не получится. И вот после вот этого реакции, когда мне начинали предлагать какие-то MLM-ные коины, я сразу отнекивался. А сейчас понимаю, что это было, конечно, зря все сделано, потому что вот если сейчас посмотреть, даже вот просто взять вот период с прошлого нового года до данного момента, действительно можно было заработать уже несколько миллионов рублей на парамайнинге, на курсе монеты и всем остальным. Так что, ребята, дорогой, ты еще вспомни 2017 год, когда ты вместо квестера мог бы призм купить. Не, ну я, в смысле, уже в 2017 году-то, ладно, когда я в квестеру заходил, это понятное дело, это, ну, в смысле, просто по дурости, как говорится. Это был первый блинкомом, да. Первый блинкомом, да. Это опыт, за который каждый должен заплатить. И кто-то платит за это 100 долларов, кто-то платит там 2 миллиона, ну, я заплатил полмиллиона рублей. Вот, но тем не менее. Ну, кстати, если, Андрей, если бы я тогда не попал бы, сейчас бы не было бы этой трансляции. Так что, надо везде искать что-то хорошее, положительное. Так, ребят, ну, насчет чего нам еще поговорить-то? Может быть, поотвечаем тогда на вопросы? Или, Андрей, у тебя есть вопросы какие-то? Да, у меня еще есть вопрос, Алексей. Вот, я так понял, что сама система парамайнинга, то есть призм, это первая монета, или уже бы, ну, есть какие-то аналоги на данный момент? Можно сказать, что эта система уникальная? Или уже, может быть, появились подражатели какие-то? По крайней мере, мне неизвестно о таких монетах. И даже если они есть, то, скорее всего, зависимость роста у них другая. Здесь два момента, от которого зависит рост монет в вашем кошельке. Первый момент – это чем больше монет в вашем кошельке, тем они быстрее растут. И второй момент – чем больше под вами структура, тем они быстрее растут. Структура, что такое структура? Вот первый вопрос, который, ну, 90% людей задают первым. А что такое структура? Ну, вот если я Андрею, сейчас Андрей создаст кошелек, я на твой кошелек отправлю самую первую монетку, и ты будешь на этом кошельке держать приличное количество монет, больше тысячи, то у меня увеличится генерация на моем кошельке в два раза. Если Андрей переведет в другой кошелек своей монетки, активированный другим человеком, то подо мной генерация, у меня генерация монет упадет, потому что подо мной не будет структуры в тысячу монет. Вот это уникальная вещь, и такого у других криптовалют мне неизвестно. Также глубина, гигантская глубина в 88 уровней. Это позволяет каждому получать приличное количество генерации на личном кошельке. Причем монеты, где хотите, там и продавайте, нету никаких заморозок, нету никаких сроков, на которые не обязательно нужно инвестировать, какие-то покупку делать, скажем там, хотя бы день, сутки, двое. Ты сейчас только что купил, сейчас только что другому продал. Все, монеты, вот прямо реально альтернатива фиатных денег, как будто деньги находятся в твоем бумажном кошельке. Это вот, ну, биткоины, то же самое, но биткоины переводятся долго. Здесь сегодня мы заходили, с Дэном тоже смотрели, это 46 секунд идет транзакция с одного кошелька на другой. Ну, это средняя генерация блока. Поэтому скорость фантастическая, соответственно, реальная замена фиатных денег. Даже в магазине можно вот полминутки подождать, минуту подождали и рассчитались. Кстати говоря, у меня там на канале есть некоторое количество роликов, где люди покупают уже за криптовалюту призм товары в магазине. Это, ну, говорит о многом, что она удобна. Она удобна. А вот, чтобы покупать товары в магазине, я так понимаю, владелец магазина тоже должен быть участником сети призм. А как люди узнают, что там можно купить товар именно за призм? Ну, делается очень просто, никакой сложности нет. Человек-продавец пишет QR-код, изображая, ну, вот он в каждом кошельке существует QR-код. Человек подводит, сканирует мобильным устройством этот QR-код, и у него появляется кошелек для перевода. И вводит в кошельки от призм групп. Существует автоматический перевод рублей в призмы по курсу, по текущему. Условно говоря, сколько стоит там вешалка? Она стоит, ну, 2000 рублей. Я ввожу 2000 рублей, делится там, условно говоря, на сегодняшний курс рубля к доллару, на сегодняшний курс призмы на CoinMarketCap, и получается, ну, условно говоря, там 200 монет вы должны перевести. Переводите, рассчитались, все. Продавец тоже выигрывает в этом случае в том, что если ему нет необходимости, ну, в быстрой оборачиваемости средств, что у него есть какие-то свободные средства, тогда эти монеты лежат на хорошем кошельке, грубо говоря, со хорошей структурой, и они каждый месяц увеличиваются у него как минимум там на 15%. Сегодня он получил, условно говоря, тысячу монет, через месяц она у него превратилась в 1150 монет. Если курс стабилен, то по факту продавец выиграл 15% на этой операции, как минимум, профита. Если курс еще и подрос, еще больше. Если в минус, ну, в принципе, существует вариант подождать второй месяц. Может быть, курс стабилизируется и вернется к исходной точке. Если вы посмотрите график сегодня, то вы видите, что существуют волны, и так или иначе волны поднимающиеся. Соответственно, существует вероятность, что вы, взяв монету, условно говоря, по 15 рублей, через какое-то время, неизвестно какое, продадите эту монету там по 30, по 50, а может и больше рублей. Ну, вот Андрей там задавал вопрос по поводу, там есть ли такие же монетки. Ну, я так думал, что если бы они были бы, скорее всего, мы бы о них знали, а если они даже есть, но мы о них не знаем, значит, там очень слабое сообщество. Соответственно, зачем тогда туда идти? Вот ответ. Алексей, я не эксперт в криптовалюте, да? Вот вопрос тогда такой, вот proof of stake и парамайнинг это одно и то же, или это разные вещи? Ну, если расшифровать proof of stake, это значит, что монеты от хранения, от хранения, то есть тебе будут начисляться монеты от хранения. Но в чем и отличие монеты призм от других в том, что у нее вот эти два условия, это больше тебе будет начисляться, если у тебя больше количества монет на личном кошельке находится, и больше тебе монет будет начисляться, если под тобой большая структура. Это очень своеобразный инструмент, который реально затягивает и позволяет быть уверенным в том, что люди будут стараться держать монет больше и стараться увеличить свою структуру. И именно это, именно вот эти два механизма гарантируют по факту увеличение спроса на эту монету. Спроса и, соответственно, и роста курса. Вот моменты вроде бы, казалось бы, простые, ничего в этом сложно нет, но они уникальные, и именно поэтому я в криптовалюте призм. Ребят, давайте, наверное, задавайте вопросы. Вот как раз сейчас, да, вот, ну, Алексей уже ответил на этот вопрос. Значит, у нас так, сейчас я вот смотрю со второго устройства. Так, призм тоже постмайнинг, плюс парамайнинг, от которого даже не нужна нода. Так, или что у нас тут еще? Ребят, задавайте вопросы, мы будем их зачитывать. Так, есть постпро... Это отвечает, видимо, кому-то. Что-то вообще-то вопросов, да, нету, я так смотрю. Ребята, алло, просыпайтесь. Задавайте вопросы. Может быть, нас смотрят те, кто уже в курсе призма и все знают? Ну, почему? Здесь вот я смотрю, много ребят, которые... Их еще пока еще нет в призм, но скоро будут. Алексей, я вот что сейчас подумал, что жалко, что создатель биткоина не внедрил такую систему, то есть у людей была бы просто дикая мотивация, да, хранить биткоины, распределиться информацией, а те бы, кто стартовал там в 2009 году, наверное, уже триллионерами были бы, да? Очень жаль, или точнее не жаль, а я вот все боюсь, честно говоря, очень сильно опасаюсь того, что в предполагаемой новой монете Тон, да, от Телеграма будет какая-то такая штука, которая будет MLM-составляющая, хотя бы намек на нее, и это именно позволит, ну, Телеграм знает гораздо больше людей, чем криптовалюту призм, и это позволит значительно опередить темпами криптовалюту призм, но что-то с ней все время не ладится и не ладится, и я, честно говоря, только вот, как бы, ну, расслабляюсь, что надеюсь, что криптовалюта призм дольше и дольше будет существовать. Вопрос тут прозвучал, почему долго не растет коэффициент, когда уже перестанут обваливать его на бирже? Это вопрос неправильный, коэффициент, что значит коэффициент? Это, может быть, хотели сказать, курс не растет на бирже. По поводу, скажем, снижения курса, оно, я раньше тоже, как бы, относился к такому, к тем людям, которые предполагал, ну, желал, чтобы курс все время рос, рос, рос и рос, потому что я был владельцем призм. Но, ребята, так или иначе, есть люди, которые продают, и есть, которые покупают. И те, кто покупает, они, у них наступает неизбежно такой момент, они говорят, ну, было вот совсем недавно по 15 рублей, а сейчас уже по 30, наверное, я не буду покупать. и они начинают снижать свои покупки. Поэтому, ну, и происходит некоторое снижение курса монеты в текущий момент, да, снижение. Но есть люди, а я владелец биржи призмакс, и я вижу, что есть определенные, этих людей становится все больше и больше, которые реально, можно сказать, как вот ловят моменты, они заранее ставят, загоняют на биржу рубли, ставят ордера, либо не ставят ордера, и как только курс в какой-то момент снижается, они буквально скупают огромное количество монет. Потому что это выгодно, и они уже видели предысторию всю, и они смело смотрят вперед, и у них, я так понимаю, эти средства, а значительные средства в более-менее свободном как бы таком распоряжении, они не инвестируют там 5 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, они инвестируют ну уже значительные суммы, и это меня очень сильно как бы в позитив сдвигает, что я вижу, что эти люди, которые ловят снижение курса, становятся все больше и больше. Ну, я так думаю, что, наверное, больше паники подвержены те ребята, которые вот только-только зашли, буквально недавно, и они более подвержены панике, потому что если бы они здесь находились год, они бы уже давным-давно здесь заработали, плюсанули, иксанули, и, соответственно, они бы сейчас вообще не переживали бы по этому поводу. Они такие, ну что, ну есть у меня монеты, ну что, ну упадет курс, там, параманится, за год у меня в два раза, там, в два, там, в девять раз, может быть, в восемь больше, соответственно, просто продадут и, и, как бы, не останутся ни с чем. Поэтому, я думаю, да, здесь больше, наверное, все-таки новички переживают. Так, вопрос еще один. Алексей, сколько еще времени будут работать депозиты в призмикс? Значит, депозиты, никаких сроков по ограничению их нету, потому что и криптовалюты призм сроков никакой нету. В настоящий момент просто, насколько я помню, вот, где-то в конце сентября, как только паратакс 5% включился, срок депозитов удлинился на 10 дней. Был 90 дней, стал 100 дней. И, по моим вот математическим раскладкам, как минимум до нового года это все в таких же интервалах и пробудет. После повышения паратакса значительно там до 10% это и будет пересмотрено. Может, там чуть-чуть пораньше, до 8-7%. Это все покажет время, когда это все будет. Пока депозиты вот как есть за 100 дней 100%. Ими, кстати, очень многие пользуются. И интересно смотреть, вот я всю историю, все истории покупок-продаж участников на бирже призмикс мне известны. И поэтому видно, человек положил 5, увеличил до 10, он 5 выводит, продает, а 5 опять ложит на депозит. Это, ну, даже он в любом случае останется в плюсе при любом курсе на криптовалюту призм. Вот правильная стратегия участников, иногда прямо учишься у этих участников. Вопрос еще. Какой неснижаемый баланс в здоровой ветке? Ну, я так предполагаю, что 36,6. 36,6, к сожалению, ну, изначально я в анкете указал, что 10 тысяч, и это очень многих ввело в заблуждение, но порассуждав, порассуждав, то есть люди идут в эту ветку не для того, чтобы снижать, а для того, чтобы зарабатывать. И если каждый будет снижать свой баланс до 10 тысяч, они до миллиона не дойдут, 88 участников. 88, 880 получается, тысяч, это правило убрано и осталось 36,6. Для того, чтобы в среднем у них баланс должен доходить до 130 тысяч монет, и тогда получается 10-миллионная структура, может, там чуть-чуть побольше, потому что там есть кошельки, которые помогают участникам добиться 10-миллионной структуры. Для этого она и создавалась. Алексей, 10-миллионная структура какой процент дает с депозитом вот в 36,6? Это в мастерстве вы считаете 5% более 30,6%. Алексей, что-то плохо слышно стало? Более 35% в месяц. Более 35% в месяц. Отлично. При балансе более 50 тысяч монет. Алексей, снова какая-то проблема со звуком, как вначале была. Да, знаю, я может вот сейчас нормально. Сейчас нормально, да. Еще очередной вопрос, как строится структура в паровозе? Это, знаете, когда вы нажмете, недавно появился этот видеоролик, у нас в каждой анкете этот видеоролик есть, там прям паровозики, такие мультики едут, и они подключаются. Советую посмотреть, все наглядно. В принципе, ничего здесь сложного нету для тех, кто, ну, маленечко, хотя бы сутки-двое разобрался с криптовалютой. Вы создаете пустой кошелек, пустой, никем не активированный, и на него приходит из последнего вагончика, от последнего участника 0,11 монетки или 11 копеек, мы так называем. Как будто бы две рельсы, 11, вот две палочки, и мы их прокладываем к следующему участнику. Затем этот участник пополняет свой баланс, оплачивает регистрационный сбор, и тоже следующему участнику прогладывает, отправляет 11 копеечек, как бы опять рельсы проложили. И таким образом и строится эта дорога для паровоза. Да, ребят, если кратко, то не надо никого приглашать, просто вы сами зашли, а за вас уже сцепщики всех цепляют. Причем очень важно то, что вот смотрите, допустим, у меня уже 88 поколений, я в ветке 1000 нахожусь, они у меня уже есть. И, допустим, человек посмотрел ролик мой и говорит, о, я тоже хочу как Дэн зайти в паровоз. Он регистрируется, а вы, допустим, сегодня зарегались, а он уже попадет под вас. То есть, вот что важно. Он уже даже в мою ветку в 88 поколений он уже не попадет. Он попадет в самый крайний, в самый нижний там в ветке 1000 будет. И потом под ним точно так же будет выстраиваться сеть. То есть, приглашать не обязательно. И это очень круто, потому что у многих есть проблема с тем, что, о, я не могу приглашать, о, я боюсь, о, меня там, мне откажут и тому подобное. Вот здесь ничего, бояться не надо, за вас вообще в принципе все сделают. Так, вопрос очередной. Дэн, ну, как бы поясню или расскажу поподробнее. То есть, я когда создавал вот этот паровоз, изначально было много предложений, давай создадим ветку 50, 100, тысяча, там, 50, 10 тысяч и так далее. Я убрал изначально, мы строили одну единственную для того, чтобы все участники были в равных условиях. Именно это сплачивает участников. Именно это позволяет максимально быстро вам строить структуру. Да, она может быть там непредельно, непредельная, возможная, но зато у всех равная и все в равных, в равных возможностях находятся. В настоящий момент ветки 3 и все имеют возможность зайти в маленькую веточку, 50-ю, посмотреть, как это работает через, там, в зависимости от финансовых средств, перейти в тысячу и затем там еще перейти в 36,6. Получается, что все участники реально объединены единым, единой, как бы, идеей, едиными, едиными возможностями и у нас нету никакого соревновательного, ну, как бы так сказать, конкурирующего эффекта. У нас есть, ну, даже и соревновательного нету. Человек созрел, осознал, что это выгодно, что он участвует, скажем так, в криптовалюте призм полгода, понимает, что никаких сложностей нету, он либо там рассказывает своим друзьям, либо сам увеличивает свой собственный баланс на значительные средства. Это тоже очень видно, человек, ну, я вижу по бирже, то есть, зашел, два месяца походил, посмотрел, как это работает, пошел, где-то нашел деньги и инвестировал уже очень значительные средства. После этого, честно говоря, многие даже вот, которые участники участвуют больше года, они реально ведут себя расслабленно, их курс реально не волнует, вообще не волнует. Пускай завтра будет курс 10 рублей, они не продадут ни копейки, потому что они знают, что это все восстановится, и они уже находятся в хорошем профите, вернется все в исходное состояние. Причем, эти люди, которые участвуют в криптовалюте призм много, они понимают, чем меньше они продадут по низкой цене, тем быстрее курс вернется к исходной точке. Ну, так заложено, так предусмотрена, такая математика. Если они будут продавать по дешевке, то, соответственно, там курсы застрянут и будут очень долго стоять. Поэтому, мы ведем каждую неделю вебинары, мы держим информационное поле среди всех участников паровоза, а их уже больше 4 тысяч человек. Поэтому, ну, у нас как бы дружно, не как бы, а у нас реально дружная команда, которая действует в одном направлении. Вот вопрос Светлана задала, говорит, как вы думаете, когда монетка появится на BestChange? Ну, я думаю, наверное, все-таки тогда, когда будет очень-очень-очень большое сообщество. Я не знаю, но BestChange, по-моему, кто-то работал, предлагали им, но, и насколько я знаю, вроде бы, одна какая-то обменник существует на BestChange, призм там где-то есть, но как он работает и работает ли он в настоящее время, мне неизвестно. Еще один вопрос, что будет с призм, когда будет добыто 6 миллиардов монет? Существует у каждой криптовалюты White Paper, это документация, на основе которой, в которой изложены все прогнозы, не то чтобы прогнозы, а перспективы конкретной криптовалюты. До 6 миллиардов в связи с Paratax монета будет расти очень долго, так как Paratax снижает генерацию, это займет больше там 5 лет точно, не буду говорить, что там намного дольше, но по моим расчетам больше 5 лет до 6 миллиардов она будет идти, а что будет после 6 миллиардов покажет время, потому что поймите, это не как биткоин, вот его сделали один раз молоточком там стукнули, выпустили, он работает, работает, работает. Здесь монета совершенно другая, здесь прикручиваются новые механизмы, коэффициенты не снижаются, но вот Paratax был внедрен, сейчас будет удвоение Paratax, люди работают над криптовалютой и повышает ее надежность, они сами анализируют, стабилизируют ее, и вот в этом я бы сказал бы и уверенность в перспективе, не то, что сделали криптовалюту и нельзя с ней ничего сделать в будущем, это ошибочная такая криптовалюта, но вот сейчас даже сравните с биткоином, там транзакция, я просто вот сам был очевидцем, когда у меня транзакция шла три дня, я не верил, что такое бывает, но у меня с биржи с одной в окошелька на другой приходила четыре дня транзакция, это уникальный случай, может быть вообще, может быть это конкретно для меня, но я после этого в биткоине очень сильно разочаровался. У меня однажды на неделю зависло, да, бывает такое. Поэтому криптовалюта призм технологически намного совершеннее, и у нее еще есть механизм, который позволяет анализировать ее и модернизировать на лету, я бы так сказал. Следующий вопрос призм ченнел задает, как вы относитесь к рой клубу? Значит, у рой клуба это пул, по факту, да, у них хорошие программисты, они очень ведут агрессивную маркетинговую или как бы рекламную кампанию, и в этом я не вижу ничего плохого, ничего плохого, но люди, которые участвуют в паровозе, они понимают разницу, когда ты переводишь монетки на другой кошелек в пул, да, они растут быстрее, может быть, как бы я готов рискнуть какой-то частью своей монет, и они там растут быстрее, но могут не вернуться, нежели пускай они растут медленнее, но на моем личном кошельке, с которым ответственность за который полностью на мне. Здесь нужно просто знать информацию, потому что я так по моим слухам, не то, что по моей информации, люди приходят и они не понимают этой разницы, что такое пул, что такое передать монеты другому участнику или там другому человеку, другой организации, либо вот если ты сам будешь генерировать монеты на своем личном кошельке, многие не понимают этой разницы, и мы рассказываем этой людям, это людям, и люди осознанно идут в пулы, я в этом никакого как бы недостатка не вижу, если ты осознаешь, что ты вот вступаешь на более рискованный путь генерации, да ради бога, никто тебя сдерживать не будет. Да, следующий вопрос Евгений Мельцев задает, производит ли сжигание монет? Значит, сжигание монет может, да, не, смотрите, существует такой механизм, я даже сам им пользовался, и нет никакой тут хитрости, если вы отправите сами со своего кошелька монетку на кошелек Генезиса, на кошелек Генезиса, то монеты аннигилируются, происходит обнуление, то есть сейчас у вас парамайнинг, к вам приходят монетки, а если вы туда, они просто схлопнутся и уничтожатся. На начальном этапе, когда вот монета только создавалась, их первоначальный был предмайнинг 10 миллионов монет, Юрий Майоров даже как-то в одном из своих видеороликов сказал, что будет там какая-то уничтожение монет, но по факту ни разу не было, я сам просто попробовал, как это работает, можете сами бросить какое-то количество монет на кошелек Генезиса и увидите, как это произойдет в локе, в локе, в локе, в локе, так, ну, я тут так пролистал, вроде как больше-то и вопросов таких уже нету, сейчас еще гляну, ребят, если есть вопросы, задавайте. Значит, давайте так еще я помечу, Дэн, существует у нас сайт паровоза, сайт паровоза, на сайте паровоза есть два чата, чат в WhatsApp и чат в Telegram, каждый, у кого какие-то вопросы возникают, вы можете туда зайти, у нас практически там круглосуточная поддержка, к сожалению, в WhatsApp, когда вы заходите, вы не видите предыстории всей, и вы должны сами свой вопрос сформулировать непонятно кому в воздух, но люди, как бы администраторы читают, периодически выбрасывают после того, как люди зарегистрируются туда, какую-то вводную информацию, все вопросы, ну, люди там очень подкованные, там действительно грамотные люди, и они могут ответить практически на любой вопрос, приглашаем туда после вебинара, если у вас останутся какие-то вопросы. Да, ребят, на самом деле ссылочка на призм, на паровоз призм имеется внизу под видео, можете туда пройти, поизучать, если возникают какие-то вопросы, вот как Алексей сказал, можете добавиться в чаты, позадавать там вопросы. Кстати, если хотите ветку 1000, то ссылка также имеется внизу под видео на анкету. Тоже. Так что добавляйтесь. Так, ну что, ребят, если больше нет никаких вопросов, я сейчас еще пролистаю, то мы можем перейти уже тогда к нашему конкурсу, мы уже вот 1 час и 8 минут у нас, а так, можно ли усилить безопасность кошельков к примеру двухфакторной аутентификацией? Ну давай я Денис поясню. Значит, любая двухфакторная идентификация подключает какой-то сторонний сервис, будь то телефон, будь то почта, ну, как это называется, сервера почтовые, поэтому разработчики криптовалюты призм сознательно пошли на то, чтобы вся ответственность за сохранность пароля была на вас и только на вас и никто, никто на свете не мог узнать или нарушить вход, запретить вход в ваш кошелек. Это именно, ну, называется либертирианство, то есть вот полностью свободная монета, которую никто не может ограничить, никаким способом вообще. Поэтому ответственность на вас, я сам негативно к этому очень долго относился, что невозможно исправить, изменить пароль, как-то его там продублировать и так далее, но по факту, ну, пришел к тому, что это действительно очень важный момент, и он переносит всю ответственность на вас. Осознайте, станьте грамотнее, разберитесь в этом во всем и вы не будете подвержены никаким хакерам, мошенникам и так далее. Нужно становиться умнее, взрослее. Это важно. Спасибо. Так, вот очень интересный вопрос, кстати, пишет из повара в инвесторы. Алексей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, 1 ноября вводят закон в Российской Федерации о криптовалюте. Как повлияет этот закон на призм? Значит, можно даже вот я так формулирую всем, криптовалюты призм не существует, вот ее нет, ее никак не можно перехватить, определить, узнать, сколько на вашем кошельке, чей это кошелек ваш или не ваш. Соответственно, каким способом государство сможет войти залезть в ваш карман, я не знаю. Все биржи, которые в настоящий момент имеются, но это заявляют разработчики, что на них оборачивается незначительное количество монет. В основном монеты передаются пир-то-пир, то есть из рук в руки. Соответственно, никаким образом невозможно будет контролировать вас и закон никак не сможет на вас воздействовать. Я думаю, что никак, вот никак не сможет воздействовать этот закон на владельцев криптовалюты призма. Мы в эфире, я что-то не понял, тут у нас... Мы в эфире, в эфире, да. Видимо, Андрей выкинул может с интернетом что-то. Еще один вопрос такой, Джон Туровский задает, почему называют систему децентрализованной, если код открыт не полностью и изменения вносят, и изменения вносятся. Расскажите, пожалуйста. Мое мнение здесь такое, мое субъективное мнение, то есть действительно создать хороший грамотный продукт вот изначально, в самом начале раз и навсегда реально невозможно. Не то, что сложно, невозможно. Поэтому в настоящий момент криптовалюта призм имеет объективную централизацию. Разработчики вносят в нее изменения, вносят в нее поправки, улучшения. И это неизбежно. И было бы странно, если бы разработчики бросили ее на произвол судьбы и сказали бы, ну а теперь вы сами вносите в нее коррективы, поправки. Это было бы неправильно. Поэтому как только монета дойдет до какого-то определенного такого состояния более законченного продукта, я думаю, развитие криптовалюты призма остановится и владельцами станут ее держатели. То есть тот, кто содержит ноды, тот, кто содержит какие-то ресурсы, и таким образом действительно монета станет децентрализованной. Вот мое мнение сейчас такое. Так, планировали появляется ли новый интерфейс кошелька? я думаю, Алексей, этот вопрос как-никак не разработчик, не имеет никакого отношения. Этот вопрос к Майорову, честно говоря, я очень сильно ждал, очень сильно ждал, что в течение первого полугода интерфейс поменяется, что-то добавится, какие-то сервисы, но этого не происходит, видимо, вектор не немножечко, а другой. Но появляются другие разработчики кошельков, которые наполняют интерфейсы свои более богатым функционалом. видно структуру, видно курс монеты, удобно, есть записная книжка, чтобы отправлять на какие-то определенные реквизиты, можно в одном приложении использовать несколько кошельков, но это я говорю про кошелек призмгрупп, советую вам всем начать именно с него, новичкам, чтобы вы могли изучить, можно сказать, по-простому, не усложняя себе жизнь. Еще один вопрос, достаточно интересный, товарищ Котов задает вопрос, значит, планируется ли холодный или облегченный кошелек, может быть, десктопная версия, что-то в этом роде планируется или как, не знаете, нет никаких новостей? Я долго изучил, как сказать, долго входил в эту тему криптовалюты призм, я, честно говоря, до конца так и не понимаю, чем отличается холодный кошелек. Холодный кошелек, по факту, это нода с имеющимся блокчейном, но если у вас оторвать интернет, то блокчейн не будет синхронизирован и синхронизирован и толку от той информации, которая находится на вашем компьютере, предыдущей, ну, реально никакого, тем более, что вы не сможете в этом случае монеты перевести на другой кошелек, на другой, потому что вы не имеете интернета, интернет-соединения с другими нодами. Ну, тогда и паромайнерка становится. Да. По идее. Что такое? Еще раз. Тогда и паромайнерка становится, по идее, то есть, если мы, допустим, деньги находятся на холодном кошельке, интернет отключаем, нам ушли спать, соответственно, паромайнерка не идет. Я не понимаю, как это вот, ну, смысл в этом вообще в холодном кошельке любой криптовалюты. Ну, мне непонятен этот смысл. Я считаю, что важна надежность, и чем больше будет серверов, нод в интернете доступных, это должно быть не 10, не 100, тысячи этих нод, и они все синхронизированы, и в этом, в этом случае именно и будет гарантированная надежность сохранности ваших средств уложенную. Ну, что ж, Алексей, вроде как больше вопросов у нас никаких нет. Значит, мы с вами с вами... Да, давайте, наверное, тогда сейчас розыгрыш устроим. Вы еще не уходите? Вы с нами будете на розыгрыше? Алексей? Мне интересно, я просто ни разу не видел, как ты это делаешь, мне просто интересно. А, все, понял. Ну, тогда сейчас будет возможность это все увидеть. Так, сейчас мы переключим немного наш... Значит, так, 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 где у нас... Вот это, по-моему. Так, Андрей у нас отключился, значит, сейчас мы будем читать чат. Значит, так, ребятки, ну что, начинается наш любимый конкурс, называется он «Угадай слово». И, кстати, Алексей у нас уже подключился к чату. Всем здравия пожелал. Так, ребят, давайте сейчас, значит, мы с вами устроим конкурс «Угадай слово». Тот человек, который пишет первым слово, соответственно, этот человек у нас будет победителем. Слово мы загадываем. Так, сейчас мы... Так, единственное, надо Алексея. Сейчас я... Давайте я вам в Телеграм сейчас отправлю то слово, которое я загадал, а вы напишите мне свое слово, чтобы мы синхронно это могли как бы все разыграть. Так, вот сейчас я напишу. Вот первое слово, которое я загадал. Твоё слово будет загадано, да, Денис? Нет, мы четыре слова разыграем, то есть, вот одно я сейчас загадал, я вам отправляю. Вы смотрите, что вы были в курсе, мы сейчас будем читать чат, нам будут задавать наводящие вопросы, мы должны будем на эти вопросы отвечать. Вы пока придумайте тоже какое-нибудь слово, и вот мы попробуем, сейчас это достаточно, думаю, будет весело, тем более для ребят, которые у нас еще не, ну, еще не в курсе, как это все происходит. так что, ну что, ребятки, поехали. Итак, вопрос нас задают, живое? Да, это живое. Материальное? Ну, да, это живое, материальное пощупать можно, М или Ж? Ж, это Ж, хотя может быть и М даже. Ну, мы загадали Ж, женского рода. Алексей, вы посмотрели, слово? Я посмотрел, да, я сейчас сам придумываю. А, да, да, окей, а я тогда покажу чатом. Животное? Нет, это не животное. Кошка? Нет, это не кошка. Это не кошка. Совк, призм? Нет, это не призм, ребят, не призм. Совк, наверное, сова имелся в виду. Растение? Нет, это не растение. Птица? Нет, вода? Нет, печка? Нет, цветок? Нет, пиво? Нет, муж? Муж, это что? Человек? Да, человек, это человек. Жидкость? Нет, женщина? Да, это женщина. Да, это женщина, железо, крипта, насекомое? Нет, что за вопрос? Просто угадываем слово. Слово загадано, это слово женского рода. Мы уже определили, что это женщина. И сейчас давайте угадывать, что тоже это может быть. Жена? Нет, хлеб? Нет, Нет, это не персонаж, дерево? Нет, профессия какая-то? Нет, Жанна? Нет, любовница? Нет, женщина? Ева? Попа? Тортик? Мама? Сестра? Характер? Жизель? Девушка? Девочка? Нет, ребят, все пока мимо. Счастливая? Нет, леди, дочь, жена, Василиса Премудрая, бабушка, дочь? Нет, все мимо, пока все мимо. Но я думаю, сейчас очень скоро угадаете. Инвестор? Нет, жучка? Нет, дочка? Нет, мадам? Нет. Связано с криптовалютой? Нет, не связано. Стоп, 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 стоп. Марина Бибич угадала, это слово блондинка, абсолютно верно. Марина Бибич у нас является победителем, получает 10 монет, призм себе на кошелек. Так, я помечаю, то, что слово блондинка у нас угадала, кстати, блондинка. И я когда загадал слово, думаю, загадай-ка это слово, и думаю, интересно, она угадает или нет? Ну что ж, блондинка у нас действительно угадала, это слово было блондинка, и Марина у нас выигрывает 10 монеток призм. Так, ну что, давайте сейчас, наверное, второе слово, Алексей, я жду от вас его в Telegram. Оно есть там уже. Вижу, 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 интересное слово, кстати, на самом деле будет очень интересное слово. Так, еще раз разыгрываем, ребята, 10 монеток, очередные 10 монет, и посмотрим, кто же у нас сейчас станет победителем. Ну что, поехали? Давайте задаем также наводящие вопросы. Паровоз нет, королева нет, давайте, давайте, давайте. Задаем, задаем, принцесса нет. Живое? А вот как это? Сложно ответить. Сложно ответить, да. Ну, давайте так, живое, мы же, мы же видели. Живое, да, пускай будет живое, да. Да, давайте живое. А, это он, да, наверное, все-таки. мужского рода, да, ребят, давайте, мужского рода. Так, блокчейн нет, монета призм нет, еда нет, к еде не имеет отношения, к жидкости тоже не имеет отношения, к крипто нет, к криптовалюте тоже не имеет отношения, нет. Виртуальная, ну, давайте так, немного даже подскажем, выдуманная. Вымышленная, вот так скажем слово. Да, вымышленная, правильно, да. Парамайнинг нет, биткоин нет, мавроди нет, миллионерша, эфир, инвестор, святая, код, депозит, МЖ, мужского рода, призмикс нет, одухотворение нет, кошелек, язык, паровоз, парамайнинг, рой, памп, инвестор, инвеста, сайт, нет, ребят, все мимо, все мимо, очень-очень далеко. О, чудо-юдо, вот уже что-то там вот рядышком, ну из всего, что было сейчас, но это не чудо-юдо. Паровоз, тузы, мун, съедобный терминатор, инопланетянин, бот, условия, призовой, домовой, вот уже к домовому что-то вот близко там, да, где-то вот, ну что-то вот, ну по крайней мере это ближе, чем к паратаксу. Миф нет, бот нет, парамайнинг, криптокошелек, фантастика, домовой, персонаж, да, ребят, это персонаж абсолютно верно, баба-яга нет, блогер, кимора, фэнтези, баланс, домовой, животное, баба-яга, телевидение, нет, 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 чудовище, нет, леший, нет, хохонь, нода, леший, чапакабра, нет, шаман, нет, веник, архангел, нафаня, уже близко, ребята, ну вот уже персонажи, да, русалка нет, это далеко, так, леший, хохонь, лихой, одноглазая, Михалыч, леший. Давайте подскажу маленько, иначе тут реально в ночь уйдем, это герой мультфильма. Да, герой мультфильма, оп, стоп, 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 Ирина, 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 Чебурашка, Ирина, Ирина, так, Ирина, я подмечаю у себя, Ирина, Чебурашка, абсолютно верно, да, это было слово Чебурашка, это слово загадал у нас Алексей, но все равно все-таки достаточно быстро, в принципе, отгадали. Ну что ж, два победителя у нас есть, у нас осталось еще два слова, кстати, которые я еще не придумал, Алексей, вы не придумали еще слово? Нет, я думал, следующее твое. Ну, вообще, да, сейчас, по идее, мое должно быть, но я просто читал, и у меня что-то не было времени по всему придумать. Ну, окей, сейчас быстренько чем-нибудь наколкуем. Ребят, молодцы, круто, быстро очень угадывайте, очень много людей на трансляции, я прям действительно не успеваю читать. Ну, сейчас, в общем, загадаем еще одно слово, и это будет слово... А пусть будет вот такое слово, сейчас я напишу. Вот так. Ребятки, все, слово у нас есть. Все, поехали. Очередное слово, и сейчас посмотрим, кто угадает. Кто угадает, тот получит 10 монет, кто первый напишет это слово. Виртуальное? Нет, это не виртуальное. Вселенная? Нет, не вселенная. Женского рода. Чебурашка бесполая? Ну, возможно, не знаю, ну, я что-то как-то чебурашка, он, типа... Так, в помещении? Да, в помещении, хотя может быть и на улице. Живое? Нет, не живое. Баба-яга? Нет, не Баба-яга. Баба-ягу уже мы прошли. Так, матрица? Нет. Нет. Дома есть? Да, дома есть, я думаю, дома есть. Ну, у меня есть, по крайней мере. Так, животное нет, биткоин нет, природа нет, я первый. Нет. Стол нет, стол, кислород нет, фонарь уже близко. Самое близкое слово это было фонарь. Кресло, воздух, рубашка, телефон, лампа, окно, свет, свет, вот свет уже близко. Живое? Нет, это не живое. Комп, клавиатура, МЖ, холодильник, стол, свет, холодильник, цветок, электричество. Электричество тоже близко. Ёлка уже тоже близко. Ноутбук, люстра, холодильник, свеча, свет, свет, пылесос, Wi-Fi, цветок, камин. Ай, не успевай, ребята, энергия, светильник. Ай, ну светильник тоже рядом, близко. Так, торшер, интернет. Вот я думаю, сейчас, 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 прям вот уже угадаете. Но пока-пока нет. Светильник, люстра, ноутбук, фонарь, интернет, камин, гирлянда. Стоп, 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 да? Гирлянда, абсолютно верно. Ой, кто это написал, гирлянда? Евген Петров. Евген Петров, если мне, если я туда нажал. Евген Петров, да. Все правильно, да. Евгений Петров. Евгений Петров. Евгений у нас является победителем. И выигрывает также 10 монеток призм. Евгений Петров. Так, ну что, три слова мы разыграли, ребят. Кстати, Алексей, вы придумали четвертое слово. Да, я отправил тебе, посмотрим, что это было. Отлично, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, ребятки. Ну что, у вас это... О, отлично, отлично. Так, ага. Так, ребят, ну что, это заключительное слово на нашей сегодняшней трансляции, потом будем подводить уже итоги. Значит, сейчас у нас есть три победителя. Ребят, после того, как у нас закончится трансляция, внизу под видео есть ссылочка на то, чтобы найти меня. Напишите мне в личку в своей кошельке и получите по 10 монеток призм. Значит, если нет кошелька, то внизу под видео также имеется ссылка, как создать кошелек призм. Смотрим его, быстренько создаем, записываем все данные и отправляем мне. Вот. Так, ну а сейчас мы что? Мы будем указывать то слово, которое загадал у нас Алексей, за которое вы также сможете получить 10 монеток призм. Ну что, ребят, поехали. Давайте начинаем угадывать. Задаем наводящие вопросы. Так, у нас пишут... Ну давай, ян, химическое соединение, так назовем. Так, пишут, что Диана СТ первая сказала гирлянда. Вполне возможно я... Ну, надо просмотреть вебинар, если действительно так, и вот и все, какая проблема. Да, 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 я давайте, я не буду это отрицать, ребят, давайте так, Диана, значит так. Просто, возможно, я пропустил, потому что очень быстро идет все, я подпишу вот так Диана еще. Вот, и Евген Петров у нас вот здесь вот спорное слово будет, я это помечу и потом пересмотрю, ребят. Ну что, давайте, поехали. Значит, имеется у нас уже словечко и задаем наводящие вопросы. Так, да, была первая. Ага, все, Диан, окей, все понял. Внизу под видео есть ссылка на телеграм, на мою личку, туда напишите и получите. Так, одухотворенная вода, где я был, я первый, кошелек, татадан, татадан, так, резьба, еда, вагон, не-не-не, все мимо, 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 блокчейны, так, колбаса, лампочка, нет, 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 нода, нет, ручка, нет. Ребят, наводящие вопросы, наводящие вопросы, живое, не живое, вот с этого начинайте. Структура нет, пар нет, паровоз нет, цепь, цепочка, болт, дерево, штепсель, МЖ. Мужского рода, это слово мужского рода. Не живое, материальное, да, потрогать можно. Бегает, нет, не бегает, не живое, зеленое, нет, не зеленое, человек, нет, не человек, живое, проводник, узел, нет, 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 мимо, 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 конденсатор, нет, мимо, виртуальное, нет, не виртуальное, реальное. стол нет комп нет кошелек нет в доме на доме надо так узел телефон инструмент механическая нет монета автомобиль кран букс продукт питания нет 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 мимо шкаф ферма электрическая нет не электрическая телевизор золото снег жидкая нет кстати но может быть но не жидким ну да 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 такое да может быть труба антенна связь флюгер трубка антенна 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 флюгер тарелка крыши флигель тумба тарелка сеть дымоход крыша снег сосулька в доме нет на доме интернет гудро близко кровля крыша битум 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 ярослав ярослав билецкий битум написал самый первый я до славу фух да тяжело конечно все могут угадать принимают удивительно я не подозревал что такое возможно да действительно ребятки ну что все уже останавливайтесь уже все 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 угадали уже это было слово битум и у нас победителем там стал ярослав билицкий так что ярослав если еще не завели себе кошелек я знаю вы часто очень комментируете если у вас до сих пор нет кошелька то обязательно значит заведите и скидывайте адрес если же есть уже кошелек то скидывайте просто адрес личку и соответственно получите 10 монеток ну что ребят сейчас посмотрим что у нас вообще на трансляции творится так 129 человек час 30 идет у нас трансляция так все у нас ссылочки по регистрации в паровозе по сайту паровоза также внизу под видео как создать кошелек также инструкция под видео то есть принципе все все что вам надо все имеется внизу под видео так ну что давайте наверное сейчас мы с алексеем уже подведем итоги определенные да полу нашей сегодняшней трансляции значит сегодня было действительно интересно было насыщено мы очень много информации узнали от алексея спасибо вам большое за то что он потратил свое время на на эту трансляцию я знаю что алексея завтра еще будет вебинар где он также будет часа полтора два сидеть и доносить нам информацию я я как блогер я знаю что это тут ну это вроде кажется что так вроде как легко но на самом деле это все не так легко и просто потому что действительно везде нужны какие-то определенные масса времени уходит которое думаешь на это бы потратил нет но у нас уже у нас вебинары идут больше года регулярно каждую субботу поэтому у нас есть уже такие корифеи которые на каждый вебинар тоже приходит и мне даже говорили что алексей ты как субботняя программа время в советское в советское время мы включаем телевизор тем более полтора часа и усаживаемся поудобнее слушаем ну есть такое ребята давайте подведем тогда итоги сегодня пообщались по монетки призм алексей нам рассказал рассказал о структуре паровоз на данный момент это самая безопасная структура то есть то куда когда вы свои деньги никому не передаете они остаются именно на вашем кошельке то есть если вы хотите поучаствовать в каких-то других проектах да можете но вы должны осознавать те риски которые вы несете с собой потому что когда деньги находятся у вас в вашем кошельке это одно когда вы их передаете в доверительное управление в пул да какой-то совсем другое и это вы должны понимать как никто другой и о тех рисках которые связаны именно с этим также мы узнали конечно сегодня о том что можно действительно бесплатно попасть в паровоз ветку в ту же самую 50 плюс где вам надо просто снять видео о монетки призм вставить ссылку на сайт паровоз внизу под видео закинуть это видео в группу паровоза потом его отлайкают плюс ваши друзья отлайкают плюс какая-то новая аудитория у вас появится тоже отлайкает вас и соответственно за это получить 100 монеток этих 100 монеток вам хватит для того чтобы зайти в ветку 50 плюс там уже оцените вообще все эти монетки а потом я уверен что у вас появятся деньги на то чтобы зайти ветку тысячу я прям уверен в этом вот так же сегодня мы с вами сравнили и с различными хайп проектами и поговорили по курсу и о том что у нас новая биржа открывается это тоже я считаю что это хорошо это идет ну дает распространение и такое достаточно серьезное саму общему общему сообществу призм я считаю что это очень здорово ну и также конечно мы с вами сегодня провели конкурс в котором я надеюсь что вам понравилось поучаствовать такие конкурсы мы достаточно часто проводим иногда в группах проводим просто то есть также вот угадываем слова но я уже там не голосом общаясь а просто там печатаю да нет да нет вот то есть такие вот дела алексей скажите пару слов и будем закругляться ну скажу следующее приглашаю в нашу дружную команду паровоз призм я верю в прекрасное будущее монеты призм она у нее обязательно будет светлая и огромные перспективы заходите в криптовалюту покупайте хотя бы небольшое количество 10 15 50 монет убедитесь что это действительно так делайте осознанный выбор команда паровоз призм именно на этом как бы базируется мы никого не вводим заблуждение у нас все рассуждения все аналитика вся публично какие-то спорные вопросы обсуждаем публично чтобы люди через сознание доходило что эта монета перспективно приглашаем к нам большое спасибо за внимание да ребят всем большое спасибо кто был на трансляции все кто поставили палец вверх кстати кто поставил палец вверх те в этом году скам они поймают имейте это ввиду быстренько ставим палец вверх большое спасибо всем кто участвовал в этом конкурсе те кто потратили эти полтора часа я надеюсь вы их не просто так потратили узнали себе дополнительную какую-то информацию полезную для вас для того чтобы зарегистрироваться в паровоз или вообще попасть на сайт паровоза ссылка имеется внизу под видео победители я жду вас всех в личке ссылка имеется также внизу под видео если значит не найдете не перекинет вас в телеграм в телеграм войске в бейте просто den invest на английском языке через нижнее подчеркивание и соответственно выйдете со мной на связь жду от вас кошельки победители 4 человека у нас имеется часто мы такие конкурсы проводим дальше будем также проводить если вам понравилось это напишите внизу там под видео уже под самим видео понравилось ли вам такая подача такая такое интервью если понравилось то пишите мы может быть как-нибудь и повторим как у нас накопится кинете определенные еще вопросики если какие то есть отдельные вопросы также можете внизу под видео задавать может быть потом просто проведем какую-то отдельную трансляцию для того чтобы уже как-то на эти моменты на все ответить вот но с вами был Ребята, ваш покорный слуга Дэн Инвест и Алексей Миреев, всем вам желаем хорошего настроения и сетевите и стройте сети. Всем пока-пока.